Дай почитать В интервью газете Guardian Байет делится тем, как возник замысел текста. Все начинается с детства. Но жизнь идет, дети взрослеют, ищут себя, совершают глупости и поступки. Жизнь беспощадно разрушает их мечты и иллюзии, а Первая мировая война еще более беспощадно калечит тела и души. Неслучайно лейтмотивом становится аллегория. Из бесформенной глины гончар на гончарном круге создает чудесный кувшин, который попадает в печь для обжига. Один из главных героев, Филипп, прошедший горнила войны, чудом уцелевший, признается. Когда я свалился, то подумал. Это хорошая смерть для горшечника – утонуть в море глины. Глины и крови. Это объемный роман под старину, роман взросления. Но взрослеет не только герой Байет. Взрослеет мир, мужают народы, проходя через испытания, войной, забастовки, погромы, социальную несправедливость. Одна из главных героинь, Олив, писательница, сочиняет сказки для детей. Может, еще и потому атмосфера детства, сказочного волшебства, веры в чудесное переполняет эту книгу, придает ей прелестную нотку инфантильности и ребяческого авантюризма. Судьба героев складывается трагично. А настоящий мир совсем не волшебный и не сказочный, а полный грязи, нищеты, злобы. К сожалению, есть в нем и измены, и сексуальные извращения, и свои корыстные политики. Роман состоит из нескольких частей. Начало. Золотой век, Серебряный век и Свинцовый век. И детям, Тому, Дороти, Чарльзу, Карлу, Гризельде, Филиппу, Флоренс, Помоне и другим придется расстаться с Позолотой, пережив все тяготы Первой мировой войны. История нескольких семей вписана в контекст эпохи. Байт с дотошностью ученого-лектора написала о социалистах, анархистах, о суфражистках, о театральных постановках, о Мюнхене, о народной сказке, о фабианцах, об англобургской войне, о Питере Пене, о симплициссимусе. Но на этом поистине эпическом фоне трагические судьбы героев не теряются, а проступают еще ярче, как выпуклый орнамент на гладком кувшине. Это по-настоящему объемный, в любом смысле, и многослойный роман. Но очень большое внимание Байт уделила теме прав женщин, борьбе за их свободу. Это и выборные права, и право обучаться в университете, и заниматься любимым делом. И что не говорите, дорогие слушатели, а новая детская книга 80-летней Байт – шедевр англоязычной литературы. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!